Нужно знать, что будет, а чего можно будет и избежать. Начинаем мы с первой карты. И эта карта рыцаря сразу, сразу расклад начинается с карты благополучия. Потому что рыцари это те, кто меняют жизнь, кто приносят хорошие новости. Второе, рыцари это перемены. Это помощь, это защита. Это поддержка. И есть человек в вашей жизни, или будет, может еще пока нет, но будет, который вам поможет. Поможет материально, поможет в чем-то, что для вас важно, окажет какую-то услугу. Это может быть как официальное лицо, так и партнер, или кто-то из семьи, или кто-то на работе. Здесь будут перемены. Перемены в чем? В финансах, в деньгах. Потому что этот рыцарь, он показывает вам пентакль. Намекая на то, что перемены будут в сфере финансы, деньги, заработок. Некоторые из вас поменяют работу, получат новую работу, или найдут. Кто-то из вас даже поменять профессию. Не пугайтесь. Не пугайтесь, не бойтесь этого. Всегда, когда мы меняем, что-то нам трудно в начале. Но потом, когда мы вспоминаем эти первые трудности, мы находим, что в этом ничего не было страшного. Потому что эти трудности, они нас делают крепче. И нам даже интереснее жить, потому что мы что-то преодолеваем. Вы преодолеете финансовые трудности. И вам будет жить комфортно. Потому что эти перемены вам гарантируют лучшую зарплату. Лучшую зарплату, лучшие деньги, лучший доход. Удачные покупки или удачные продажи. Может, это наследство. Выигрыш в суде. В общем, к вам придут деньги. Вселенная вам даст деньги. Вселенная направит ваши ноги туда, где есть хороший заработок. Сейчас давайте с вами рассмотрим вторую карту. И карты одна дополняют другое. И вторая карта у нас тоже рыцарь. Это замечательно. Тоже рыцарь, и это рыцарь-чаш. Вообще в раскладе два рыцаря. 78 карт, из них всего 4 рыцари. И две в этом раскладе. То есть расклад можно сразу обозначить как очень удачливый. Очень удачный. Расклад, который приносит счастье. Заговорен на счастье и удачу. Кстати, рыцари второе – это тоже ангелы. Потому что они что-то приносят. Как, например, архангел Гавриил, он приносит добрую весть. Или архангел Михаил, он приносит исцеление, защиту от негатива. И здесь у вас два ангела. Это ангелы перемен. В любви, потому что чаши. Или в деньгах. Это очень хорошо. Итак, рыцарь чаш. Это может быть мужчина, партнер, новый или тот, который уже есть. Хорошее отношение с партнером. Примирение. Встреча, свидание. Партнер напишет, захочет встретиться. Или, может, вы познакомитесь с кем-то. Но иногда рыцарь означает любовь к себе. Потому что чаша – это любовь. Рыцарь – это перемены в вашем сознании. Когда вы понимаете, как нужно себя любить. Любовь к себе – это уважение, самоуважение. Потому что без самоуважения невозможно ничего. И как между людьми. Без уважения ничего невозможно. И без того, чтобы даровать друг другу свободу, принимать собственные решения. Без влияния друг на друга. Это самое лучшее современное отношение. И у вас здесь современные прекрасные отношения. Как на работе, так и в любви, партнерстве, в семье. Рыцарь часто меняет отношения между домашними. Это могут быть дети, родители, партнер, муж. Или жена, если вы мужчина. Когда отношения переходят на тот уровень, когда мы доверяем, что наш партнер, он плохого не сделает. Потому что он любит или она. То есть это любовь, это обновление отношений. Это лучшее обстоятельство семейное. Рыцари тоже приносят перемены в местонахождении. Поэтому здесь вполне, что некоторые просто переедут на новое место. И там на новом месте будет лучшая работа. И там на новом месте будут люди, которые будут вас любить, вас верить, вас поддерживать. В общем, все будет хорошо. К этому нужно будет привыкнуть. И всегда новое, оно дается с трудом. Потому что рыцарь тот, кто добывает что-то. Но вы будете довольны, что вы сделали этот выбор. У меня соседи на балконе, я прошу прощения. Они разговаривают, может, громко. Итак, следующая карта – это четверка жезлов. Четверка жезлов – карта праздника. Есть повод, чтобы праздник был. А что такое повод? Это когда мы поработали с удовольствием. И у нас есть уже результат. Или же, например, когда отношения уже стали глубже, понятнее. И мы уже вкладываемся друг в друга. Мы знаем, что мы с этим человеком хотим связать свою жизнь. Или там ваш ребенок где-то, он получает какое-то образование. Или знакомит вас со своими партнерами. То есть что-то хорошее. Есть повод праздновать. Ну а четыре – это карта стабильности. Жезлы – это энергия, творческое начало. Жезлы – это обновляющаяся энергия, которая для жизни дается. Каждое утро у нас новый день, новая жизнь. И четверка жезлов – это восстановление вашего энергетического потенциала. Может быть, вы принесли трудности, или же вы недомогались. Здесь вы выздоравливаетесь, здесь у вас полно сил. Обновление вашего пути. Здесь вы понимаете, что я знаю, что я делаю. У меня есть план. Это, ну, я говорю, я имею в виду вас. У вас есть план, вы идете туда, где вы хотите быть. У вас есть стратегия, вы знаете, как этого добиться. У вас есть люди на пути, которые с вами заодно вам помогают. И поэтому у вас есть повод праздновать. Есть стабильность. Иногда так бывает, у нас все хорошо, но мы этого не знаем, потому что внутреннее чувство недовольства с собой. Поэтому нужно начинать всегда с того, чтобы быть довольным собой. Сказать, ой, извините, сказать, сегодня я делаю все, что могу. Завтра, если даст Бог, сделаю больше. И таким образом, мало-помалу, шаг за шагом, вы приходите к этой финансовой свободе. Или вы приходите к этому стабильному дому. Например, если вы переехали куда-то, то карта-всадник – это, конечно, переезд, это неудобное положение, но на новом месте. Но со временем вы будете чувствовать себя довольно комфортно и стабильно. И будете довольны, что сделали этот выбор. Так что расклад говорит, что у вас будет повод праздновать. Восстановите силы и тоже встретитесь опять с теми, кто вам близок и кто вам дорог. Теперь давайте рассмотрим с вами четвертую карту. Четвертая карта, второе – это всегда совет, или же такая красивая, красиво называется эта позиция в раскладах, в древних, старинных раскладах, чем сердце успокоится. И поэтому четвертая карта – это всегда прислушаться. Может быть, еще что-то есть у высших сил, что вам скажут на пасашок. И здесь карта шут. Замечательно. Потому что, во-первых, старший аркан. Каждый старший аркан – это у нас ангел. И я уже напоминаю вам, в этом раскладе у нас уже есть два ангела. Это ангелы перемен в деньгах и в любви. А еще есть карта шут. Это самый первый ангел, нулевой. Что значит нулевой? В нуле все возможности есть. Это круг, это солнце как круг, это наш космос, это круг. Круг, аура человека – круг, голова наша – круг, глаза и так далее. То есть круг – это возможности. Возможность посмотреть на мир через свою призму восприятия. И увидеть то, что нам нужно. И оставить то, что нам не нужно другим людям. Потому что у всех у людей разные потребности. Здесь карта шут вам предлагает обозначить ваши потребности. Иногда так бывает, что мы не можем обозначить наши потребности. Иногда так бывает, что мы потеряли себя. Это если сложности есть. Если были сложности в семье или в быту. Если были сложности на работе, например. Или же вообще политические сложности. Вы себя потеряли полностью. Не знаете, что делать дальше. Так вот, карта шут говорит, теперь высшие силы приглашают в ваше пространство ангела начало. Потому что ноль – это с нуля. Этот ангел начало говорит, смотри, не бойся. Потому что впереди у тебя открытый горизонт. Все залито желтым светом. Это солнце, витальность. Будет энергия. Солнце, успех. Будет успех в том, что вы делаете. Идете вы налегке. Что означает налегке? Это означает начало. Каждый день позаботиться о себе. Написано в Библии. Я помню, я начала свой путь в эмиграции даже без чемодана. У меня просто была сумка, переменное белье и все. Я не знала, что так сложится. Ну вот как распорядилась судьба. Ну и что? Ну вот с нуля. Не было ни денег, ничего не было. С нуля. И кажется, теперь я вспоминаю, думаю, как я могла бы быть такой вот, так решиться. Но у меня не было другого выхода. Я не буду рассказывать вам свою историю подробно. Я хочу сказать, что не бойтесь начинать с нуля. Может, вы работу начинаете с нуля. Может быть, жизнь начинаете с нуля с кем-то. Или же переехали. Не бойтесь начинать с нуля. Все когда-то начинается с нуля. У вас есть вы сами. Есть ваш светлый ум, есть доброе сердце, есть ваша логика, есть ваши какие-то знания в профессии или вообще по жизни. И у вас есть защита ангельская. А это карта Солнца. Это карта Солнца тоже нулевая карта, как Солнце. Она говорит, что есть защита Солнца. С Солнцем у нас ассоциируется Архангел Михаил, который говорит, подымает вас, дает энергию. Вот как в карте Страшный суд, знаете, там, в 20-м Старшем Аркане. Там Солнце, это Архангел Михаил, он в трубу пробуждает нас. Труба — это как песня. Дает нам песню. Песня — это вдохновение. Ну, метафоры вам даю, чтобы вы шли вперед и не боялись, не сдавались. Ведь те, кто не боятся, получают самую лучшую работу. Ну, что уверены в своих силах. Или же получают самые лучшие отношения, самый выгодный контракт. И это то, что будет у вас обязательно. Я в вас верю и знаю, что так и будет. Вот такой замечательный расклад. Я думаю, что он был очень информативный. Просто напакован информацией. Я свои расклады сама пересматриваю несколько раз. Каждый раз что-то другое слышу. Ставьте лайк, если вам не жалко. Потому что расклады делать — это особая такая ниша в Ютубе. Потому что это моё энергетическое вложение у вас. Поэтому, чтобы расклад сбылся, нужно энергетически, можно что-то, не деньги, нет, сделать. Например, лучше всего было бы, если бы вы поделились этим видео с друзьями. Это самое лучшее. И я знаю, что у вас будет всё хорошо и замечательно. Конечно, подписка — это для того, чтобы чувствовать на этом канале себя своим, родным. Чтобы я вам помогала в дальнейшем. Кто не знает, я Лена. Я из Ванкувера, Канада. Я ваш астролог и таролог. И я делаю работу бесплатную для всех. Люблю вас, обожаю. Желаю вам счастья. Медвежьи обнимашки от чистого сердца. И до встречи. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok